Добро пожаловать, друзья! Приготовьтесь к захватывающему путешествию в мир Оно. Готовы? Тогда давайте начнем! В фильме есть сцена, Пеннивайз получает урон от болт-пистолета, хотя тот не заряжен. Это связано с тем, что Билл считает, что это причинит боль, ссылаясь на ритуал Чуд из книги. Я не знаю, в фильме есть такая сцена, когда Пеннивайз затыкает уши, когда рядом с ним происходит взрыв фейерверка. Этот момент является интересной деталью, которая вызывает тревогу у Пеннивайза. Одна из самых замечательных деталей в фильме Оно. В той знаменитой сцене с канализацией, когда Пеннивайз появляется перед маленьким Джорджи, его глаза играют важную роль. Если обратить пристальное внимание, можно заметить, что один глаз Пеннивайза смотрит прямо на Джорджи, в то время как другой глаз обращает внимание на зрителей. Эта деталь создает потрясающий эффект и впечатляющее ощущение, что Пеннивайз не только взаимодействует с персонажами внутри фильма, но и привлекает к нам, зрителям. Это мощный художественный прием, который приводит к невероятному результату. Неудивительно, что эта сцена стала одной из самых запоминающихся в истории кинематографа ужасов. Еще одна интересная деталь в фильме Оно – выделение слюни Пеннивайза актором Биллом Скарсгордом. Во многих сценах персонаж виден пускающим слюну, и это не было создано с помощью компьютерных эффектов. Чтобы достичь этого эффекта, Биллу Скарсгорду пришлось надеть несколько протезов зубов, которые частично блокировали потоки слюны, приводя к ее неконтролируемому пусканию во время съемок. Этот непредсказуемый и жуткий эффект приводит к еще большему страшению и реализации формы Пеннивайза, усиливая его отталкивающий и зловещий характер. Это отличный пример, как актерские способности и физические особенности придают персонажу уникальность и неповторимость. В фильме, когда Пеннивайз открывает свои мертвые огни, которые являются его звуковой силой и страхом, вы можете услышать тихие пронзительные крики, похожие на мольбы о помощи. Эти звуки вызывают ужас и отчаяние, обнаруживая, что души, которые были поглощены Пеннивайзом, все еще ощущают муки и страдания. Это еще элемент, который делает фильм Оно таким эмоционально заряженным и мрачным. Помогите! Помогите! В фильме Оно, глава 2, есть интересная деталь, связанная с Пеннивайзом. В одной из сцен можно увидеть портрет Биверли и ее мужа. Если обратить внимание, то на заднем фоне портреты можно обнаружить изображение Пеннивайза. Это небольшая, но важная составляющая присутствует в теме страха и наследия, которое имеет место в истории. Есть интересная деталь, связанная с родителями. В нескольких сценах можно обнаружить, что родители страдают одним и тем же телешоу. Это деталь, которая намекает на то, что родители находятся под угрозой влиянием Пеннивайза и являются его заключенными. Это также напоминание, что страх и зло, воплощенные Пеннивайзом, проникают не только в мир детей, но и в мир взрослых, захватывая их разум и душу. Пеннивайз часто шпионит за клубом лузеров. В сцене в библиотеке он не только появляется на короткое время на одной из страниц книги. Библиотекарь также поворачивается к Бену, который смотрит на него в главной роли. С каждым переходом от книги к Бену библиотекарь продвигался все ближе. Такие моменты создают кинематографическую основу для фильма «Оно» и вызывают создание неизбежной опасности, которые преследуют клуб лузеров на каждом шагу. Да, вы правы. В фильме есть такая деталь, что бутылка, которую Ричи разбивает возле дома Нейболтов, помечена как Боба Грэя. Боб Грэй является человеческим псевдонимом Пеннивайза в романе Стивена Кинга. В фильме есть сцена, в которой Ричи находится в комнате полной клоунских статуй, и один из них является Пеннивайзом из «Оно» 1990 года. Эта сцена является намеком на предыдущую версию Пеннивайза и создает связь между интерпретациями чувств персонажей в разных адаптациях романа Стивена Кинга. В фильме есть сцена, в которой Пеннивайз торгается в семейные фотографии Билла, размещаемые на слайдпроекторе. Во время проекции фотографий на одном из кадров вставлено изображение мамы Билла. Это создает эффект удивления и эмоционального возбуждения у Билла. Он также служит напоминанием о силе Пеннивайза, воздействуя на эмоции и страхи своих жертв. Благодарю вас за просмотр этого видео о деталях фильма «Оно». Надеюсь, что вам была интересна и информация оказалась полезной.